В информационном пространстве Республики Башкортостан Продолжается война рейтингов Я всегда с достаточной иронией и недоверием относился к многочисленным рейтингам, которые в последние годы заполонили информационное пространство, но, впрочем, время от времени на них надо обращать внимание На прошедшей неделе Уфа в одном из рейтингов заняла последнее место среди городов-миллионников по удовлетворенности жителей работой общественного транспорта Ну, пожалуй, здесь, наверное, даже комментировать не нужно, и это абсолютно бесспорный результат Не знаю уж по каким критериям и по какой технологии замерялась эта удовлетворенность, но очевидно, что в Уфе этой удовлетворенности почти нет Результаты еще одного рейтинга меня, честно говоря, удивили Это был рейтинг криминальной нестабильности городов-миллионников в новогодние праздники и каникулы Так вот, Уфа стала самым неспокойным городом-миллионником в период новогодних каникул По замерам и результатам предыдущих лет, естественно Здесь использовались данные МВД о мелких и средних правонарушениях И вот Уфа оказалась городом, в которых этих правонарушений было зарегистрировано максимально большое количество относительно других городов-миллионников России И еще один рейтинг, в котором упомянута Республика Башкортостан и который вышел на предыдущей неделе Это рейтинг, на мой взгляд, самый солидный из мною перечисленных, рейтинг Агентства стратегических инициатив И касался он качества жизни в регионах Российской Федерации Так вот, согласно этому рейтингу, Республика Башкортостан не входит даже в десятку лучших регионов Первое место в этом рейтинге отведено традиционно городу Москве А вот пятое место, что примечательно занимает соседний Татарстан Безусловно, под напором такого количества негативных рейтингов Ради Хабиров не мог остаться безучастным И по-быстрому состряпал рейтинг некого агентства по подсчету особых экономических зон Что это за агентство, никому не было ведомо до сих пор Но вот теперь оно вылезло в новостную повестку Республики И все Башинформы раскричались о том, что особая экономическая зона Алга признана наиболее динамично развивающейся в России Примечательно, что директор агентства, которое рейтинговало особые экономические зоны Совсем в недавнем прошлом был судим за превышение должностных полномочий И что-то мне подсказывает, что мотивировать его к лидерству особые экономические зоны Алга было несложно Согласитесь, если всерьез воспринимать рейтинги как показатели ситуации в Республике То ситуация эта складывается вовсе не в пользу команды Хабирова Пока рейтинги Башкирии очень низкие И что примечательно, по очень разнообразным параметрам И на этой неделе ширнормассы, широкие народные массы, как называют их политологи Не обошли стороной и вниманием Александра Бастрыкина Войдя во вкус и почувствовав обратную связь, жители Республики Башкортостан Судя по всему, решили излить на Александра Ивановича все свои проблемы, боли и заботы К которым безучастны башкирские чиновники На прошедшей неделе случилось два примечательных обращения к господину Бастрыкину Это обращения жителей поселка Кондры, которые просят воспрепятствовать лишению их единственной больницы Жители поселка Кондры очень обеспокоены тем, что в планах башкирского правительства и властей Закрытие единственной больницы в их поселке Жители поселка беспокоятся о том, что им придется ездить теперь в Уфу Это далеко, а в Уфе и так народу хватает В общем, они обеспокоены уровнем медицинского обслуживания И обращаются к руководителю Федерального Следственного Комитета С просьбой проверить, насколько законны подобные поползновения региональных властей А вот дольщики ЖК «Цветы Башкирии» и вовсе получили молниеносную реакцию от Александра Ивановича Он уже среагировал и дал поручение местному отделению Следственного Комитета Разобраться в ситуации дольщиков жилищного комплекта «Цветы Башкирии» Которые тоже пожаловались господину Бастрыкину на прошедшую неделю На ситуацию, сложившуюся вокруг их стройки Остается предположить, что в ближайшее время в ноги к Александру Ивановичу падут Жители поселка Базилевка с их самодельным освещением улиц И студенты пединститута, которых не пускают в общежитие со стиральными машинами В общем, налицо ситуация, когда ссор из избы не просто выносят, а уже выгребают лопатами Местные власти, видимо, не особенно об этом беспокоятся Либо не понимают, что происходит В очередной раз напоминаю нашим зрителям-подписчикам О необходимости ставить лайки под нашими сюжетами и подписываться на наш канал Это не пустое тщеславие Это механизм продвижения канала внутри системы Ютьюба А это продвижение нужно нам и вам Для того, чтобы большее количество людей увидело наши выпуски И большее количество людей приобщилось с той информацией, которую мы несем для вас Становится окончательно понятно, что разрушительная гайдостроительная политика Проводимая в Уфе обоими мэрами, которых назначал Хабиров Начала давать свои негативные результаты В частности, после решения Нижегородского суда об отмене целого ряда постановлений Определений решений Горсовета и администрации города Уфы Стало понятно, что под угрозой отмены и нереализации Оказывается 34 крупных объекта жилищного и социального строительства Под удар безответственности мэрии, по сути, решение суда это результат того Насколько некачественно мэрия Мустафина, а потом мэрия Грекова Реализовывали свои полномочия Так вот, под ударами вот этой безответственности оказались следующие компании Стройфедерация, Агроинвест, Садовое кольцо, Уфимское городское агентство Ипотечного страхования, Унихаус, Трест номер 7 и некоторые другие Всего, повторюсь, 34 объекта Генплан Уфы, столь помпезно провозглашенный к утверждению администрации На самом деле становится, по сути, неисполнимым И потребует полной и глубокой переработки Если устоят вот эти решения Нижегородского суда По сути, мы наблюдаем то, насколько некачественно А я бы сказал, еще и незаконно Был составлен тот генплан, который нам пытались выдать за гениальный и единственно правильный Самым ярким и трагическим с медийной точки зрения Конечно, стало событие по сносу отеля Лидо в Олимпик парке Процесс этот оказался каким-то мучительно долгим Сначала выбивали окна, теперь подогнали тяжелую технику Это тяжелая техника под охраной сотрудников Федеральной службы судебных приставов Исполнявших судебное решение Стало крушить это здание таким ужасным на вид способом Разрушается стена Там видно, что висят кондиционеры, чуть ли не мебель стоит В общем, все это напоминало какой-то разрушенный Кенигсберг Все очень было наглядно и очень трагично Естественно, эта яркая история не могла не привлечь внимание всех городских фриков и желающих похайповать Все они в полном составе прибыли туда, развернули транспаранты, ленты или просто расстегнули шубы Но на самом деле я не иронизирую Было достаточно неприятно смотреть на то, как владелец отеля Ильдар Хуснудинов и его жена пытались воспрепятствовать всему этому действию В результате случилась потасовка, схватка с судебными приставами Они были довольно жестко задержаны, я имею ввиду Хуснудинов и его жену Приставы полагают, что супружеская чета напала на них Хуснудиновы полагают, что это был произвол В общем, конечно, тут картинка очень неприглядная И особенно пикантно все это смотрелось на фоне того, что происходил этот снос, вот этот весь бардак В дни, когда в Уфе шла неделя предпринимательства Согласитесь, это весьма сомнительное подтверждение высокого рейтинга и хорошей привлекательности региона для инвестиций Когда, с одной стороны, в конгресс-холле бушует неделя предпринимательства Льются вина, танцуют танцоры и все празднуют вот эти бизнес-успехи А с другой стороны, в нескольких километрах от этого конгресс-хола Бульдозеры сносят действующий бизнес, прекращая деятельность бизнесмена Хуснуддинова Ну, в общем, конечно, это, прямо скажем, некий оксюмарон При этом господин Греков в очередной раз высказал озабоченность ситуации И высказал то, что он надеется на спасение здания От себя, добавлю, непознаватолис, похватился Сергей Николаевич И Греков как-то туманно так рассказал о том, что Хуснуддинову были выставлены некие условия На которых его здание может быть сохранено Но он к этим условиям не прислушался Вот здесь, честно говоря, с формальной точки зрения некая противоречия С одной стороны, власти утверждают, что снос здания абсолютно законен и происходит по решению суда С другой стороны, Греков рассказывает нам о том, что есть некие условия, при которых это решение суда можно не исполнять Очень сильно похоже на бандитский наезд Вот честно Сергей Николаевич, видимо, еще не избавился от своих ишимбайских замашек Когда все вопросы можно было решать так и эдак и в мою пользу Соответственно, вот тут, конечно, прошел большой прокол Вы уж определитесь, или вы по решению суда сносите, или вы по понятиям это делаете Ну и, конечно же, в каждой бочке затычка Ахмадинуров не мог остаться в стороне от этого вопроса Выбежал на передний план, сплясал в присядку и заявил, что во всем этом бардаке с носом отеля Лидо Виноват никто иной, как Ирик Елалов, бывший мэр Уфы Ахмадинуров, конечно, поторопился Потому что именно в этот момент в Кремле Владимир Путин вручал орден почета сенатору Ирику Елалову Если бы Ахмадинуров об этом знал, если бы хотя бы читал газеты То, наверное, он бы так смело не высказывался Но теперь Ахмадинуров, наверное, чешет репу и думает Дело в том, что Ирику Елалову никто не отменял И он, пожалуй, первый претендент на место главы Республики Башкортостан В случае, если с Радием Хабировым случится чего-нибудь А с Радием Хабировым, безусловно, случится чего-нибудь неизбежно в ближайшее время или чуть попозже Так что Ахмадинуров, конечно, проявил исключительную неосмотрительность Но факт остается фактом Депутат Госсобрания Ахмадинуров инициировал некие слушания по факту сноса отеля Лидо И грубого задержания господина Хуснуддинова и его супруги В транспортной сфере Уфы на прошедшей неделе тоже все было очень неспокойно Не сумев реализовать окончательное решение автобусного вопроса, как я это называю В те сроки, которые были оговорены заранее Мэрия отложила это окончательное решение на 16 дней И теперь нам обещают, что с 1 января в Уфе не будет пазиков Тем временем водители этих пазиков чуть было не устроили митинг протеста Против действий Хабирова и его городской администрации Но не случилось Правительство вовремя запретило митинг Сославшись на ковидные ограничения и опасность инфицирования При этом это очень странно смотрелось на фоне того, что в Конгресс-холле бушевал Очередной очный форум Неделя предпринимательства, все там обнимались В масках не было никого Судя по фотографиям, которые были размещены в соцсетях Там был концерт, там была тусовка, что надо на несколько тысяч человек Вот это никак не смущало правительство А вот потенциальный митинг водителей и пазиков, конечно, очень смутил На прошедшей же неделе управление Федеральной антимонопольной службы Заподозрило Минтранс Республики Башкортостан в создании незаконных преференций башкировтотрансу И возбудило дело Вообще складывается впечатление, что все реформы, так называемые реформы Хабирова Лежат в незаконной плоскости Начали реформировать транспорт бесконечные претензии прокуратуры, ФАС и правоохранительных органов Начали реформировать строительную отрасль, суды, прокуратура, отмена решений и прочее-прочее В общем, такое ощущение, что это не реформы, а какая-то не совсем легальная, не совсем законная деятельность Впрочем, власти не были безучастны к событиям в транспортной сфере в Уфе И господин Греков выдал нам некое заявление, которое нужно, пожалуй, очень внимательно осмыслить Процветирую дословно, вообще Греков на этой неделе наговорил очень много Так вот, Сергей Николаевич сказал следующее по поводу транспорта Транспорт нашего города преображается Много новых автобусов, а пассажиры в прекрасных условиях Конец цитаты Ну, остается понять, о каком городе господин Греков говорил вообще Торонто, возможно, это Афины, может быть, Вена Остается понять, почему этот город Сергей Николаевич называет нашим По сути, нашим и своим для него может быть в большей степени Ишимбай Потому что, во-первых, он ему лучше подходит Ну, по имиджу и по стилю Во-вторых, действительно, Ишимбай – это его город А вот насчет всех остальных надо разбираться Ну и, конечно же, гололед Гололед стал основной темой для обсуждения Пешеходных жителей города Уфы Ну и, собственно, конечно, есть о чем говорить Так как гололед стал хроническим состоянием Уфимских тротуаров и дворов Появилось даже предположение, что на самом деле Сергей Николаевич Греков вовсе не виноват Он просто неправильно понял указания своего патрона Своего начальника Хабирова О создании ледовых городков к Новому году Может быть, Сергей Николаевич подвел слух Может быть, его подвела логика И он по случайке сделал ледовый городок из всего города Уфы Но это такое ироническое предположение жителей Уфы На самом деле, конечно же, это абсолютно не так Но апофеозом гололедного кризиса стала встреча Грекова С средствами массовой информации Которых вот эти средства массовой информации отбирали очень тщательно Собственно, модель поведения мэрии Уфы абсолютно копирует модель поведения Белого дома В части открытости Вот эта вот открытость в кавычках Выражается в том, что на встрече с мэром или главой республики Башкортостан Больше не допускают все СМИ Допускают их исключительно по какому-то списку и принципу преданности Делу команды Хабирова Исключением не была и встреча с Грековым Впрочем, мы и без, как говорится, своих людей на этой встрече Узнали много интересного, о чем там говорилось Я приведу три прямые цитаты с этой встречи И мы поймем в конце концов, кто такой вот этот Греков И зачем он нам нужен Вообще, выводы надо делать чем быстрее, тем лучше Потому что если мы продержим его на этом посту еще годик-полтора То, пожалуй, что город постигнут необратимые изменения Так вот, что, например, Греков сказал о Гололёде Цитирую Будем устранять недочеты Будем их устранять песком Это недопустимо, но другого выхода мы не видим Конец цитаты Ну как это нет другого выхода, Сергей Николаевич Есть же всегда вариант застрелиться за углом Ради Фаритович многим этот вариант предлагает Вот когда попадаешь в такую ситуацию, когда уже все исправить уже нельзя Ну иди и застрелись за углом Но Сергей Николаевич такого варианта не видит Еще одна цитата Мы не были готовы ко льду, потому что это редкое природное явление Конец цитаты Сергей Николаевич, у меня вопрос А вы точно школу заканчивали? А вы в курсе, в каком климатическом поясе находится Республика Башкортостан? Ну в конце концов, купите уже за наш счет, за бюджетные деньги Ему физическую карту России Пускай он к ней подойдет и в конце концов поймет, где он на самом деле находится Потому что складывается ощущение, что Греков не понимает В каком месте земного шара находится Какой тут климат и что тут типично, а что нетипично Для него снег, гололед и вообще зима, видимо, редкое явление Ну и в конце дискуссии о гололеде Греков и вовсе заявил Все тротуары Уфы посыпаны песком Конец цитаты Ну вот тут я не буду комментировать и задавать вопросов Сергею Николаевичу Я попрошу наших зрителей и подписчиков Просто прислать нам фотографии тех тротуаров, по которым они ходят Посыпаны ли они песком? Хотя бы песком Не реагентом, не гранитной крошкой, а хотя бы песком Или нет? Практически все СМИ в Уфе констатировали, что Греков В конечном итоге на этой встрече извинялся Каялся, извинялся, признавал ошибки Если хотя бы на минуту поверить в искренность уфимского городоначальника То напрашивается логичный вопрос Почему он не сложит полномочия, если он настолько облажался? Почему не вернет полностью в бюджет Уфы Ту немалую зарплату, которую регулярно получает в мэрии? Человек он не бедный, позволить он себе это может Это было бы красивым знаком Он бы сказал Ребята, я не справился с работой Вот возьмите деньги Я устал, я ухожу Ну нет, конечно мы этого не дождемся Они не такие, они же не слабаки, как говорит Хабиров Мы это все перетерпим, а они продолжат свою трудотворную деятельность Ну и вишенка на торте в уфимских делах прошедшей недели Это задержание заместителя главы администрации Октябрьского района города Уфы Расуля Кагирова По мнению силовиков, этот самый Расуль, будучи тем самым хабировским бизнес-шерифом, требовал с некого коммерсанта в районе 200 тысяч рублей в месяц за, как было сказано, общее покровительство Вот эта формулировка меня просто очаровала То есть вот этот Расуль вызывает этого предпринимателя и говорит Братан, короче, вот общее покровительство тебе обойдется 200 штукарей в месяц А вот короче, если не общее, чисто по каким-то вопросам, то там немножко придется добавить И вот этот вот Расуль попал в поле зрения правоохранителей Был, значит, там задержан с поличным, все доказано Вот отдельно отмечаю, это тот самый бизнес-шериф, которого нам впарил ради хабиров Которых расплодилось сейчас во всех районах республики И в каждом районе города Уфы тоже есть по бизнес-шерифу Вот одного из них уже арестовали Понимаете, да, чем занимаются? Примерно занимаются вот эти бизнес-шерифы по всей республике Я не утверждаю, я предполагаю То есть модель такая, общее покровительство То есть приходит вот этот какой-нибудь Расуль Такой усредненный, значит, типовой Расуль Изготовленный в недрах хабировской команды И этот Расуль начинает общепокровительствовать бизнесменам района То есть те, кто ему по 200 штукарей в месяц не несут Те, значит, покровительства лишаются И у них, видимо, какие-то проблемы или просто у них горе, да В общем, конечно, вот это вот четко, конкретно иллюстрирует Тот самый Техас, который нам создал Хабиров в республике Башкортостан Время от времени меня спрашивают вообще Есть ли результаты вот этой нашей деятельности Вот этой моей деятельности Вот этого нашего канала «Открытая политика» И спрашивают о конкретных результатах Не о том, что типа там Кто-то что-то узнает и всем станет от этого хорошо А о результатах вот прямого действия Да, эти результаты время от времени случаются Вот буквально в прошлом выпуске «Открытой политики» В прошлом субботнем выпуске Мы говорили о проблеме дома номер 59 По улице Ленина в городе Уфе Где в сентябре остановился лифт И жители страдают Старики и пенсионеры особенно Дом достаточно высокий Подниматься трудно Не прошло и недели Как этот лифт был отремонтирован Спасибо большое Алану Викторовичу Морзаеву Который обратил внимание на эту проблему При этом Как-то сам собой отпал вопрос Про 460 тысяч Которые предлагали собрать жильцам на ремонт лифта Вот это замечательно В общем Чем не результат, кстати говоря Животворящая сила открытой политики налицо Так что обращайтесь, если что Но не все сразу Ошибаются, наверное, все Даже Владимир Владимирович Путин На Медне В одном из фильмов Пропагандистских фильмов Которые снимают наши центральные каналы Владимир Владимирович сообщил нам о том Что при распаде Советского Союза Российская Федерация потеряла Аж 40% своей территории На самом деле это не так Она потеряла чуть больше 23% И речь идет о отделении Вот этих вот союзных республик Ошибки, конечно, надо исправлять Я не знаю, как Владимир Владимирович А я вот намерен исправить В прошлом выпуске Я говорил о назначении Нового начальника ГИБДД Республики Башкортостан И зачем-то назвал его Александром Конечно же Господин Севастьянов, как полагается Любому большому начальнику Владимир И он на самом деле Владимир Александрович Пользуясь случаем Я еще раз Желаю успехов Владимиру Александровичу На его непростом поприще Желаю ему спокойных дорог Желаю ему улучшения Показателей смертности На дорогах в республике Башкортостан И прочих успехов Я искренне полагаю Что деятельность Дорожной полиции Это очень полезная деятельность И как бы не смеялись Над гаишниками и ГИБДДшниками На самом деле это люди Которые делают важные Серьезные вещи В отличие от многих Государственных служащих Которые едят свой хлеб напрасно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому